Глава восьмая Второй книги Парлепоменон По окончанию двадцати лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону хирам, и поселил в них сынов израилевых. И пошел Соломон, наимав Сува, и взял его, и построил он Фадмор в пустыне и все города для запасов, которые основал в Ямафе. Он обстроил Вифарон верхний и Вифарон нижний, города, укрепленные со стенами, воротами и запорами. И Ваалаф, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме, и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от Хитеев и Амореев и Ферезеев и Евеев и Иевусеев, которые были не из сынов израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Сынов же израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управляющих народом, двести пятьдесят. А дочь Фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, — говорил он, — не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень. Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил перед притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисеевой в субботы и в новомесячья и в праздники три раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида отца своего череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они словословили и служили при священниках по уставу каждого дня и при вратниках по чередам их каждым в ротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступал от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господня до совершенного окончания его Дома Господня. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, который на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему хирам через слух своих кораблей и рабов, знающих море, и отправились они со слугами соломоновыми в Афир, и добыли оттуда четыреста пятьдесят талантов золота и привезли царю Соломону. Продолжение следует...